Привет, дружок! Надеюсь, все в курсе, что такое Почта России. Это место, где ты можешь прийти и наткнуться на радушный приём, на улыбки молодых операторов и на скорость обслуживания и сервис высшего класса. Сегодня занимаемся, как всегда, работой. Я сегодня в качестве курьера. Вот как-то так, да. Я, в общем, мы собрали заказники, одни из крайних заказов, которые, собственно, у нас по ажишкам. Сам езжу сейчас, развожу в транспортные компании, на почты, там, всё в таком духе. Вот. В общем, давайте опять божишкам пробежимся. В общем, чуть-чуть, да, начнём опять с них, как бы, коммерция. Но это как бы больше уже не рекламная информация, а просто информация о том, вообще, как это дело развивается, потому что вы, собственно, сами своим пешком, своими глазами наблюдали, как это всё зарождалось. Поэтому, в принципе, я думаю, будет прикольно последить это развитие всего этого движения. Есть понятие многогранность вкуса, да? То есть, ну, вот в моём понимании сейчас, это когда, получается, ты на вдохе чувствуешь одно, и можешь проанализировать, примерно прикинуть, на выдохе чувствуешь абсолютно другое, и потом у тебя ещё остаётся привкус. И всё это разное. Вот именно многогранный вкус. Вот я, допустим, могу смело сказать то, что жидкость зомби, она залетела просто на ура практически всем, кто пробовал. Почему практически? Потому что я не знаю просто те жидкости, которые ушли у нас оптом в другие города, получается. То есть, я не могу там, как бы, говорить за других людей, которых я не видел и не разговаривал с ними. Но все, кто пробовал, получается, все, кто оставлял комментарии, все оставляли только положительно. Те, кто пробовал у нас, получается, в нашей точке, где мы продаём, получается, жижки, по нашему городу, собственно. То есть, все говорят, нам прям зашло. И это круто. То есть, я просто сам по своим ощущениям, это круто. Вот, допустим, вкус Crazy Baker, это когда ты затягиваешься, чувствуешь сладость печенья, как бы, как объяснить, я не знаю, даже на кончике языка, по бокам. Вот именно вот втянулся, попробовал, вот именно вот печенье, получается, выдыхаешь. И вот где-то здесь, не знаю, отчётливо прям чувствуются орешки, вот фисташки, миндаль, короче, вот как-то так. И потом ещё послевкусие, я этот вкус вообще прям полюбил, в плане того, что его можно на постоянке парить. Я с утра просыпаюсь, допустим, позавтракал, налил себе кофе, либо капучино сделал, ну, что-то такое, кофе с молоком получается. И вот с этим вот занятием и сладкого не надо, и сочетание вкусов кофе, и вот непосредственно Crazy Baker, это тоже прям дико бездата. Субтитры сделал DimaTorzok Вся партия, которая у нас была, к которой у нас пришла вторая партия, она была, ну, просто мы посчитали, что это огромная партия. Первый раз мы заказали как бы тестовую, да, она у нас разлетелась буквально за полторы недели, то есть после того, как я объявил о старте продаж, так скажем, пробный. Вторая партия, мы заказали её в пять раз больше, получается, и, собственно, разлетелось меньше, чем за неделю. За короткий промежуток, это тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но это очень хороший показатель, действительно, потому что жидкости вагон. Фирм до хера, поэтому я не знаю, как бы это показать. Так что, ребят, следите, буду рассказывать, буду показывать, буду информировать, что да, как происходит, какие корректировки, то есть как бы на ваши глаза, грубо говоря, родился, да, как бы и потихоньку развивается. То есть по видео можно следить, когда это всё началось и какую, в принципе, тенденцию это заняло. Заняло. Тенденцию это, я не знаю, тенденция вообще слова, короче, сюда не подходящая. Как-то так. Ну, я надеюсь, что вы меня поняли. Сейчас, собственно, мы едем покупать шарики для моего братика. У меня есть младший брат, у которого сегодня день рождения. И, собственно, родители мои попросили, сказали, давай-ка мы ему организуем приятность, короче, и купим много-много шариков. Хоть брата уже двадцатка, но как бы мама всё равно считает его маленький. Ну, понятное дело, материи все одинаковые. В смысле, все нас любят в любом возрасте и пытаются сделать для нас что-то приятное, ну, на их взгляд. Я не знаю, как это сейчас в машину залезет. Стоп, вы сука! Как выстрелать! Ну, как-то так. Блядь, я боюсь, что они сейчас будут сзади где-нибудь что-нибудь зацепиться и что-нибудь лопнет. И, блядь, неожиданные всякие. Ну, надеюсь, ничего не случится. Везем! Блядь, я не знаю, что сейчас случилось, но один шарик, как ёбнул, блядь, меня. Аж вот так вот перешли. Блядь, мне страшно. Тут как бы просто, блядь, они так тесно друг к другу находятся. Может быть, из-за того, что, типа, с морозом, тёплое, блядь. А-а-а-а-а-а! Еду теперь на иголках, блядь, как ёбнул, да шуха застреляла. Сука, я теперь боюсь, блядь. Сейчас пойду в СДК, отвезу внутри коробки в багажнике. Вот, и, собственно, в два магазинчика в Сургуте, в нашем великолепном маленьком северном городке. И туда ещё, короче, развезу. Так что, в принципе, потихонечку-потихонечку на прилавках вашего города ищите, спрашивайте Crazy Vapor. Если спрашивают, допустим, ну, если кто-то пробовал, если знает вообще, о чём я рассказываю, да, то есть не то, что там просто, типа, а-а, это реклама, пиар. Вы можете обратиться в любой, допустим, у вейп-шопов, у всех своих магазинов. У них есть такая практика, они, как бы, хотят узнать ваше мнение, что вы хотите, чтобы они приобрели, чтобы они закупали. Я просто встречал в некоторых группах ВКонтакте, получается, где было написано, что, типа, закупите Crazy Vapor. Вот, и ребята ответили, типа, всё-всё-всё. И буквально через неделю мне прилетела заявка. Сейчас поднимем немножко жижек нашему знакомому товарищу в магазину мята. Кое-как отвёз, всё нормально. Шарики доставлены, захватил покушать. Весна близится, питание стараемся выровнять. Блядь, звонят, заебали все. Да. Алло. Алло. Все звонят, всем что-то надо, одолели. О, снежок пошёл, ай, дождик, ребята. Не, нихера не дождик, это снег. Да, снег. В общем, ребят, предлагаю сделать следующим образом. У нас было отснято немножко материала для влога, когда снимали выпуск. Выпуск. Строительный кальян. Я, насколько знаю, всем зашёл, всем понравился, про поржаль. Ну, не всем, конечно. Есть хейтеры. Помните. Короче. В общем. Вы сходите пока, посмотрите. А я пока дела по делу. Ага. Всё, давайте. И снова здравствуйте. А точнее, привет, дружок. Так как вам эта фраза значительно больше нравится, насколько я понял. В общем, давайте опять по-новой. Привет, дружок. Сегодня мы отправляемся куда? Куда? Снимать новый выпуск Крэзи Хука. 20-й выпуск. Выпуск таджикский. Строительный. Да кому как удобно, короче. В общем, едем мы сейчас всякие штуки. Прикупите, кстати, вот продукты. Паштет, паштет. Вот, едем мы на стройплощадку. Точнее, не то, что на стройплощадку, блядь, трясётесь что-то вы, ребят. Не то, что на стройплощадку, мы отправляемся, в общем, в квартиру с ремонтом. Договорились с компанией, которая занимается ремонтами. Ссылочку оставим в описании, потому что это друзья наши хорошие. Вот. В общем, в общем, в общем, будем держать в курсе. Вот так колбасит-то, ребят. Смотри, как... Бля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здравствуйте. Вот такой вот хуйнё мне хватит заниматься. Я же тебя любил, тебя простил. Я забуду голос твой, ты не скажешь мне, иди отсюда домой. Взрослый, солидный дядька. Занимается такой хуйней. Хотя... Меня это... Забавляет. Не меньше вашего, да? Это по кайфу. Это по кайфу, чё по кайфу, твои деды? Лё, готовы? Мы готовы. Погнали снимать. Блин. Я хуй знает, как это всё смывать теперь. Your money, bro. Может быть так, домой пойду? Давай, бля-ля-ля-ля. Давай, бля-ля. Чё, у тебя роза синяя? А? Синяя? Ладно, ещё щиплет, сука. Поколай, бля-ля-ля-ля-ля-ля. Ааа, пиздец. Всё, лучше? Чисто. Чисто? Реально всё смыл? Да не может быть. В общем, ребят, что я могу сказать? На этом, наверное, всё на сегодня. Помните, да, как был Луни Тюнс, или где, где с меня вылазила такая, ну такая же жирная, как я сейчас, ага-ага, такая. Это всё, Фокс. В общем, на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Всё прикрепляю. Где-то вот здесь, по-моему, или я не помню. Короче, в общем, где-то это будет. Смотрите наши Crazy Hook'а, следите за влогами. В общем, если вам нравится, ставьте палец вверх. До новых встреч. Пока, дружок.